Производство стройматериалов, фруктово-ягодных морсов и создание технопарка для предприятий из сферы переработки отходов. Эти проекты сегодня рассмотрели на инвестсовете при губернаторе Новосибирской области. Что даст их реализация, расскажет Дмитрий Белькевич. Снижение административных барьеров, создание благоприятных условий для бизнеса. Эти и ряд других показателей позволили Новосибирской области уверенно расположиться на 13-м месте национального рейтинга регионов по уровню инвест-привлекательности. С подробностями этого рейтинга на совете при губернаторе познакомил глава Минэкономразвития области. Миниционный климат это очень разносторонняя вещь, очень много факторов, которые на него влияют. Я бы здесь отметил бы, с одной стороны, да, мы в прорыве в лидерах по выдаче разрешения на строительство. Это в тройке лучших результатов в России. Здесь и в Минстро, и в муниципалитеты поработали. С другой стороны, есть провал с точки зрения предоставления бизнесу энергомощностей, электричества, газа и так далее. То есть здесь поручения губернаторам даны отдельно разобрать все эти вопросы, вот где мы в красных зонах. К слову о бизнесе. Сразу три инвестиционных проекта готовятся к реализации в Новосибирской области в скором будущем. Это и производство морсов на базе предприятий-резидентов ТОССР Горный, изготовление стекловаты, создание к августу 24-го года технопарка в Новосибирском районе для компаний сферы переработки отходов, инвестиции и миллиард рублей. Пять компаний готовы создать уже восемь производств. Мы надеемся, что это будут только пилотные проекты. И пример реализации этих проектов даст пример другим участникам рынка по заходу на технопарк развития своих производств. Безусловно, это сегодня востребовано и оказывается все возможные меры, в том числе и государственные поддержки, для поддержания таких производств. Как подчеркнул глава региона, реализация этого проекта не только новые рабочие места, а также налоговые отчисления в бюджеты разных уровней. И это демонстрирует намерение властей неформально подходить к вопросу экологии. Проект – это лишнее подтверждение, что опасения по поводу появления новой традиционной свалки не оправданы. Действительно, есть намерение создать такой высокотехнологичный комплекс. Причем не только по извлечению отходов на полигоне, или как на полигоне, на комплексе. Полигон тоже всех пугает. На комплексе. Но рядом с комплексом появится технопарк, который уже будет перерабатывать эти отходы в сырье. Каждый из рассмотренных проектов требует внимания органов власти и кооперации усилий в их реализации. В случае успеха можно будет говорить о вкладе предприятий в обеспечение импортозамещения в самых различных сферах. Дмитрий Белькевич, Тарас Тарасов. Новости ОТС. Дмитрий Белькевич, Тарас Тарасов. Новости ОТС.